инструментом который позволяет нам оценивать фактически рацион нашего клиента является дневник питания и вот часто нутрициологии или персональные тренеры наблюдают что вроде бы в дневнике одни зож продукты до клиент либо не худеет или еще хуже набирает вес и вот часто мы не знаем вот что происходит с нашим клиент кто еще не знает вы находитесь на канале александра мирошникова я александр мирошников странное совпадение и в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема извращение вкуса перверсия курса что это такое времени как всегда у нас мало вперед-вперед знали и вот появляется новое для нас слова пика что это такое давайте разбираться слова пика латинская и означает сорока птичка и так как считается пика имеет беспорядочный аппетит поэтому кто ел непродовольственные товары стали этих людей называть пика также имеется следующее название перверсии вкуса вы видите какие-то кокексия африкана пикацизм парорексия и так далее и тому подобное врачи используют самые разные и уникальные дефиниции пика например в мкб-10 пика определяется как тенденция или стремление есть вещества отличные от нормальных пищевых продуктов что является неоднозначным мы понимаем что нормальность этих продуктов каждой культуре своя вот например китайцы едят летучих мышей до собак каких червей французы едят у нас с вами лягушек да а казахи едят лошадей и вот если братьям к бы 10 получается у них пика определение пика в диагностической и статистическом руководстве по психическим расстройством является более подходящим учитывая что она включает временной интервал более одного месяца и целесообразность развития там гигантское определение не стал его вам прикладу все же все эти определения терпят неудачу потому что ни одно не упоминает неотразимое желание которое является отличительной чертой пика утверждение что люди едят землю не передает абсолютно императивный характер характер их влечения стремление к веществам обычно настолько сильное что сила тяги уже давно приравнивается к тяги к табаку алкоголю и наркотикам таким образом подходящее определение пика является страстное и целенаправленное потребление веществ который потребитель не определяет как пищу более одного месяца согласно этому определению случайное потребление ком из земли не будет считаться пика ровно как поведение детей которые все исследуют ртом употребление святой земли католиками также не будет считаться пика поскольку она мотивирована религиозными убеждениями теперь давайте поговорим об истории этой перверсии естественно гиппократ был первым кто представил письменное описание этой перверсии вкуса около четырех тысяч лет до нашей эры мне он каждый раз кажется что нет ни одного вещества и лекарства который не открыл гиппократ это вот мне кажется медикам когда делать нечего и они не могут объяснить кто придумал это всегда приписывают гиппократ ну смешнее не придумаешь литература по пика увеличивается в семнадцатом веке с потоком диссертации или трактатов написанных на латыни западноевропейскими ученым также литература по пика снова расширилась девятнадцатом и двадцатых веках описание имеет и перверсии миссионерами каким колонизаторами и соответственно рабовладельцы врачи которые лечили рабов северной и южной америки являются другими основными источниками информации о пика в ту пору большинстве этих ранних описаний пика считалось расстройством с неясной идеологией теперь давайте изучим какие же вещества обычно едят люди когда у них пика в зависимости от того какие вещества едят люди при болезни пика придуманы даже отклонение мы видим здесь гематофагия пагофилия то есть люди едят вы видите кожу и ногти иметь и свинец сырой картофель лед крахмал камни ну и так далее давайте более подробно рассмотрим какие-то интересные на мой взгляд отклонений первое что мы рассмотрим это геофагию то есть желание есть землю археологические данные свидетельствуют о том что геофагия могла практиковаться более 2 миллионов лет назад существует письменная документация геофагов сотнях культур на каждом обитаемом континенте практика остается распространенной во время беременности во всем мире сегодня в некоторых акушерских группах распространенность геофагии превышает 60 процентов то есть беременные едят землю количество потребляемой земли варьируется но обычно сообщается в количестве 20-40 грамм земля потребляется во многих формах например осколки глиняной посуды куски домов с земляными стенами и комки земли обнаружены среди сухих бобов геофагическая почва часто готовится путем выпекания сушки на солнце и даже жарки может быть кто-то с оливковым маслом даже землю готовы следующую перверсию которую мы с вами рассмотрим это амилофагия и пагофагия поскольку геофагия стала менее социально приемлемой и воспринимаемой как опасное или желаемые почвы зачастую становятся недоступными для людей где взять земля была заменена другими не пищевыми веществами необработанный крахмал был наиболее распространенной заменой земли количество потребляемого сырого крахмала обратить внимание ежедневно колеблется от нескольких грамм до килограммом я напомню килограмм у нас крахмала будет огромное количество калорий вот часто мы в дневниках не видим вот этого да а человек у нас набирает и набирает и набирает и вот как раз здесь и кроется тайна вот этого набора пагофигисты потребляют от нескольких стаканов до нескольких килограммов льда в день но лед хорошо хоть не имеет калорийности ангину можно подцепить подобно геофагистам пагофигисты также очень избирательны в отношении льда дали лед должен быть такой то может быть цвет какой то есть целый церемониал предлагаемые и теологии пика я вот специально для вас сделал такую табличку мы видим и теология культурные особенности примеры культурная ассоциации поедание почвы с кровью плодородием и женственностью но в основном конечно это уже уходит в небытие дальше психологический стресс согласно этой гипотезе именно нервная привычка грызть ногти успокаивает человека да то есть человек пытается что-то съесть такое да неудобоваримое с точки зрения нас и тем самым себя успокаивает диспепсия также был высказан предположение о том что именно тошнота изжога появляется стимулом для пика то есть люди стараются найти где-то щелочи и вот как-то непроизвольно организм требует справиться с этой изжогой ну и наконец самая популярная теория это дефицит микроэлементов прежде всего это железо некоторые ученые предположили что анемия вызывает пика другие говорят что кальция исследований достаточно мало и цинк вкусовая чувствительность может быть изменена из-за дефицита цинка и поэтому человека вот вкус как-то извращается и он ищет какие-то непонятные предметы отличительной особенностью человека который болеет пика это то что он скрывает свою болезнь от окружающих конечно от персонального тренера и понятно от нутрициолога если это земля ничего страшного ногти тогда перхоть это ничего страшного а вот если это крахмал который потребляется килограммами вот откуда и лишний вес если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал у нас самые занимательные веселые и практичные а главные научные темы все пока пока